Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Рабочая неделя началась с долгожданного события. В понедельник, 21 апреля, прошло открытие нового детского сада «Волшебная страна» на 250 мест. Почетную миссию перерезать красную ленту выполнил мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с маленькими воспитанниками нового сада. Открытие состоялось, и сразу после торжественной церемонии все гости отправились на первую экскурсию по детскому садику. В 11 группах все новое – мебель, игрушки, музыкальная и телеаппаратура. Сергей Сергеев посетил медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал и группы. Такое пристальное внимание мэра не случайно. Он лично присутствовал во время закладки фундамента здания и едва ли не каждый день контролировал ход строительства. Большое внимание уделили внутреннему благоустройству детского сада и внешнему виду прилегающей территории. Зеленые газоны, ландшафтные фигуры, просторные веранды, современные спортивные, игровые площадки – все новое и безопасное. Работы по благоустройству города не останавливались ни на день. Работники коммунальных служб после критики главы города тщательно наводили порядок для создания удобного для жизни пространства. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» работали на набережные, высадили цветы, полили клумбы, обновили знаменитую конструкцию корабля, осьминога и дельфинов, украсили газоны и клумбы декоративной травой и цветами. Ежедневно работали бригады на центральной улице курорта Крымской. На каждом перекрестке наносили яркую пластиковую дорожную разметку. Согласно новым требованиям ГИБДД на всех пешеходных переходах появились бело-желтые полосы. На перекрестке улиц Крымская и Краснодарская новая дорожная разметка в пластиковом исполнении. Этот материал служит дольше, чем краска. Пластик наносят шпателями, посыпают стеклянной кружкой. Стекло отражает цвет от фара автомобилей в темноте. Такие пешеходные переходы видно издалека даже в темное время суток. Подготовка к курортному сезону, благоустройство Анапы и обеспечение безопасности отдыхающих вновь стали главными темами на общегородском планерном совещании. Глава города напомнил подчиненному об ответственности за работу и тем более за бездействие. Планерное совещание начали со знакомства с новыми руководителями городских управлений. Новый заместитель главы, курирующий вопросы социального развития, Людмила Мурашова. Утверждена в должности начальника управления по взаимодействию со СМИР Оксана Бакуменко. На должность начальника управления по физической культуре и спорту назначен Сергей Ткаченко. Критике главы подверглась работа чиновников по привлечению квалифицированных медицинских кадров. На курорте реализуется программа поддержки медработников, о преимуществах которой надо рассказывать людям. Тем более, уже есть первые примеры. Врач-терапевт получил подъемный капитал и жилье в Анапе. Все работы по благоустройству дорог в городе с нанесением разметки и окраской остановочных павильонов должны завершиться до 1 мая. На Радоницу для анапчан из города до кладбища и обратно пустят бесплатный общественный транспорт. Развитие массового спорта и поддержка чемпионов. На пресс-конференции мэр Анапы Сергей Сергеев обозначил приоритетные направления развития спорта на курорте. Беседа с журналистами местных и краевых СМИ прошла в конференц-зале санатория «Старинная Анапа». Встречу начали торжественно с поздравления. Новую победу и очередное золото с чемпионата Европы в Израиле Олег Чен посвятил маме. Глава города искренне поблагодарил спортсмена и тренера Олега Петра Курбатского за высокие достижения. Поздравил и вручил Олегу сертификат на денежное вознаграждение за победу. Действующему чемпиону Европы по тяжелой атлетике присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». И это впервые в истории спортивной Анапы. Выше не бывает. Сергей Сергеев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о планах развития массового спорта на курорте, о появлении новых секций и вводе новых спортивных объектов. На Симферопольском шоссе на въезде в Анапу возведут спорткомплекс. Под одной крышей ледовый дворец и современный плавательный бассейн. Для строительства используют уже применявшийся проект или закажут новый, учитывающий особенности анапского грунта и рельефа. В реализации этого важного для Анапы начинания помогут краевые власти. Прозвучал вопрос о развитии парусного спорта. Власть Анапы намерена возродить этот вид, и первые соревнования уже прошли. Новую жизнь вдохнули в футбол на курорте. Созданная по инициативе мэра команда Анапа уже уверенно заявила о намерении побеждать на соревнованиях. Петр Курбатский оценил профессионально. При заинтересованности Сергея Сергеева в развитии спорта Анапы поднялась на более высокий уровень, качественно и количественно, приумножив спортивные достижения. И в завершении пресс-конференции подвели итоги. Мэр Анапы Сергей Сергеев предложил чаще встречаться и обсуждать важные для жизни города вопросы. Запретных тем нет. Власти города открыты для общения. На этой неделе в Анапе прошел первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. На стадионе «Спартак» за промежуточное лидерство в турнире вели борьбу 7 команд. В борьбе за третье место команда ЦСП номер 4 доказала, их победа над Красным Яром, одержанная накануне, не была случайностью, и регбисткам из Краснодара это удалось. В результате ЦСП номер 4 выиграла с минимальным преимуществом 12-10 и стала бронзовым призером первого тура чемпионата России. За первое место в финале боролись Химки и Ргутис Подмосковье. Финальный свисток зафиксировал разгромный счет 35-0, и действующие чемпионки страны, регбистские Ргутис Подмосковье, снова стали лидерами первого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд. И смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Мусорить категорически запрещено. Инспекторы рота ДПС следят за чистотой анапских дорог. Решения и изменения. В администрации города-курорта состоялась очередная сессия Совета депутатов. Никто не забыт, ничто не забыто. В анапском сельскохозяйственном техникуме прошла краевая патриотическая акция. Весенний призыв и торжественная отправка на службу. 8 анапчан пополнили ряды армии. Быстрее, выше, сильнее. Студенческая спартакиада объединила все вузы Анапы. Сейчас обо всем подробнее. Операцию засада проводят инспекторы анапской роты ДПС. Мусор вдоль трассы и стихийные свалки в прилегающих лесных массивах – бедствие современного общества. Чаще всего мусору обочин выбрасывают дачники, когда возвращаются домой после выходных. Или жители сел, спешащие на работу в город утром. А там, где выброшен один мешок, вскоре скапливаются все десять. Вадим Родин продолжит тему. Вот здесь, по дороге на даче, когда-то была свалка. Но теперь она закрыта, и выбрасывать мусор здесь запрещено. Мы решили подождать и посмотреть на нарушителей порядка. С мизерной надеждой, что кто-то в это время проедет. Через полчаса у обочины остановился автомобиль. Водитель-женщина-инвалид неспеша начала разгружать из багажника ящики с битым стеклом. С полной уверенностью, что ее никто не видит. А значит, и она ничего не нарушает. Хотя на видном месте установлена табличка с информацией о запрете и сумме штрафа. Инспектор РОДПС провел профилактическую беседу о том, что действия водителя неправомерны. И штраф может быть до 10 тысяч рублей. А для юридических лиц он составляет сотни тысяч рублей. Ну не буду больше, честное слово. Больше никогда не буду. Если так, то у нас порядка никогда не будет. Ну все правильно, должен. На первый раз обошлись с предупреждением. Буквально в 100 метрах от трассы вглубь поля обнаружили еще несколько мусорных завалов. Решено и здесь периодически устраивать засады с видеокамерой. И таких потаенных мест, заваленных мусором в лесу, где прилегают второстепенные дороги, масса. Например, живописный сосновый бор замусорили. И это делают наверняка местные жители, которые ездят здесь чуть ли не каждый день. А вот здесь должна быть обзорная площадка для туристов, пока ее отсыпают строители. Кто-то, воспользовавшись моментом, вывалил несколько огромных куч строительного мусора. По поручению мэра города Сергея Сергеева, инспекторы РОДПС будут патрулировать сельские дороги чаще и нещадно штрафовать нарушителей санитарного порядка. Отметим, что мусор вдоль дорог не только представляет вред для экологии. Он может стать и причиной ДТП. Чтобы по привычке не удивляться за рулем, в какой стране мы живем и как все плохо, начать следует с себя. Ответственность за то, что происходит вокруг, лежит на всем обществе и на каждом человеке в отдельности. И к другим темам. 24 апреля состоялась очередная 61-я сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». Провел пленарное заседание председатель Совета депутатов Леонид Кочетов. В работе сессии принял участие глава города Сергей Сергеев. На сессии депутаты рассмотрели 8 вопросов. Внесены изменения в структуру администрации. В результате оптимизации количество подразделений сократилось с 22 до 18. В чем заключаются изменения? Значит, управление по связям с общественностью переименовывается в управление организационной работой и связи с общественностью, в состав которого войдут отдел по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления, отдел по взаимодействию с общественными объединениями и отдел организационной работы. Отдел по делам казательства мы включаем в состав управления по взаимодействию с правоохранительными органами. Также мы создаем управление по обеспечению деятельности администрации, в состав которого включается отдел делопроизводства, отдел по работе с обращением граждан, отдел информатизации и защиты информации. Отдел гражданской обороны и защиты населения предлагается перенимать управление гражданской обороны и защиты населения. В Анапе, городе Воинской Славы, чтут память предков, героев боевых действий локальных войн и выдающихся анапчан. Их имена увековечены в названиях улиц. И в бывшей путанице с названием улицы Краснова в субсехе все герои отныне на своих местах. Данная улица наименовывается в честь Краснова Ивана Казмича, который является генералом-майором, участвовал в русско-турецкой войне, награжден различными ординами. И в связи с этим мы вносим уточнение в адресный реестр муниципального образования города Куратанапа в части наименования улицы генерала Краснова в честь генерала Краснова Ивана Казмича. Принято решение установить мемориальную доску основателю Народного музея станицы Анапской Ивану Трущенко, внесшему большой личный вклад в сохранение истории культуры своей малой родины, и доктору наук, профессору-академику, заслуженному деятелю науки Кубани Аванесу Кукасяну. Мемориальную доску установят в школе села Гайкадзор. В государственную собственность Краснодарского края решено передать аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств, содержание которых обходилось в муниципальной казне более 3,5 миллионов рублей ежегодно. Снижена ставка земельного налога на участки, занятой под многоэтажной жилой застройкой и общежитиями. Пересмотрены ставки налога на имущество физических лиц. После дебатов на заседаниях Комитета по финансовому бюджету, муниципальной собственности, социально-экономическому развитию, предпринимательству и торговле, фракции партии «Единая Россия» в Совете и на сессии депутаты приняли решение о снижении ставок налога на объекты налогообложения стоимостью от 300 тысяч рублей и выше. Внесены изменения в бюджет 2014 года, увеличены расходы на поддержку сельскохозяйственного производства, приобретение жилых помещений по кадровому обеспечению, учреждений здравоохранения, на газификацию сельских населенных пунктов и реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на благоустройство города и сельских населенных пунктов образования и культуру. На 21 мая назначено публичное слушание по проекту решения Совета об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2013 год. От управляющих компаний потребовали финансовые дисциплины. Более 40 миллионов рублей должны потребители электроэнергии, газа и тепла. Работать в долг поставщики больше не намерены. Совещание с управляющими компаниями провел заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Руководители обслуживающих организаций отчитались о выполнении плана графика погашения финансовой задолженности, утвержденном на краевом селекторном совещании 12 марта этого года. Общий долг управляющих компаний и ТСЖ за потребленные энергоресурсы более 30 миллионов рублей. Еще свыше 9 миллионов должны организации, индивидуальные предприниматели и собственники нежилых помещений. К злостным неплательщикам поставщики готовы применять крайние меры, вплоть до отключения горячей воды и подачи энергоснабжения. Задолженность тепловых сетей на сегодняшний день 39 миллионов 605 тысяч. Сумма, да? Дальше. Дебиторская задолженность теплоэнерго 47 миллионов 700 тысяч. Краевой бюджет 7 миллионов. Управляющие компании 30 миллионов рублей. И прочие организации 9 600 миллионов. Фея 3. Задолженность, за тепло 1 миллион 600 тысяч рублей. В чем дело? Каждый день погашаем примерно 200 тысяч. Вы можете гасить хоть сколько. Понимаете, какая ситуация? Под угрозой остановка котель. Берите кредит. В списке крупных организаций неплательщиков сегодня управляющие компании коммунальщик более 21 миллиона рублей, управление домами 1 миллион рублей. Причем вся задолженность складывается из-за долгов населения. Можете, я выражу общее мнение всех управляющих компаний. Нам нужна помощь в суде, чтобы быстрее это рассматривалось, протяжки не было. И второе, это помощь судебными приставами. Мы сколько говорим, толку нет никакого. И отношения к нам никакого. А что помощь в суде? У вас у всех юристы в штате? У нас есть юристы, но там идет протяжка по времени, рассмотрению дел. Оно идет в стандартном режиме. Приставы все дела назад вернули. Приставы все, вот у нас сейчас 400 дел судебных приставов. По итогам совещания городские власти потребовали в срок до 1 мая максимально снизить задолженность за потребленные ресурсы. Необходимо активизировать все силы, чтобы курортный сезон прошел без сбоев и коммунальных проблем. В этом должен быть заинтересован каждый житель города. Именно поэтому анапчан, которые числятся в должниках, призывают выполнить свои платежные обязательства и рассчитаться с управляющими компаниями. Продолжаем выпуск. В Анапском сельскохозяйственном техникуме прошла краевая патриотическая акция по презентации деятельности поисковых организаций. Мы идем снова там, где гремела война. Военно-патриотический исторический клуб «Черномор» и клуб «Подвиг» из Геленджика представили для студентов выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны. Наша съемничная группа побывала на мероприятии. Новые факты о деятельности поисковых общественных организаций Кубани учащимся рассказали в документальном фильме. В обществах занимаются поиском останков солдат, погибших во время войны. И если находят, устанавливают имена и хоронят. Первые поисковые отряды в Краснодарском крае были созданы энтузиастами в конце 80-х годов прошлого столетия. Руководитель Геленджикского военно-патриотического клуба «Подвиг» Александр Шимкев рассказал студентам о работе современных отрядов и истории о войне. Люди пришли, рассказали много чего о войне, то, чего не в каждой школе расскажут. В интернете не все пишут, а здесь прям патриотом становишься после таких разговоров. Это очень полезно. Никогда, если честно, не слышала о поисковых клубах. Но сейчас узнала, прям очень интересно стало. И прям для себя очень много всего узнала. Важнейшая цель поисковой работы – патриотическое воспитание молодежи. К участию в поиске привлекают молодых кубанцев. В заключение встречи студенты рассмотрели экспонаты, представленные на выставке. Все были найдены в ходе поисковой деятельности. Ребята смогли не только посмотреть, но и подержать в руках личные вещи, форму солдат и оружие времен Великой Отечественной войны. В Анапском военкомате прошло торжественное мероприятие, посвященное отправке призывников на службу Вооруженные силы России. Восемь анапчан вошли в состав третьей команды призывников весеннего призыва. Через несколько дней после прохождения медицинской комиссии призывники начнут изучать первоначальные навыки воинской службы, основы воинских дисциплин. Александру Барабашеву 18 лет. В каких войсках будет проходить военную службу, еще не знает. Предпочтение – Федеральная служба береговой охраны. Уверен, армия ему сослужит службу. Я думаю, даст больше самостоятельности и пунктуальности. Отец Александра Вадим Барабашев служил в армии. Хочет, чтобы сын пошел той же дорогой, в рядах морских пехотинцев. Для мужчины важно, чтобы он немножко оторвался от дома, от матери, освоил военное дело. Конечно, очень важно. Хорошо осваивает военное дело, слушаться командиров, звонить чаще маме, чтобы мы не переживали. Представители администрации, управления, образования и по делам молодежи сказали напутственные слова ребятам. С почетным правом и обязанностью службы поздравили казаки, представители военного комиссариата, войсковых частей Анапского гарнизона. На торжественные проводы в армию пришли ветераны войны, труда и правоохранительных органов. И, конечно, родители призывников. Все зависит от вас, как вы будете относиться к своему воинскому долгу. Значит, главное в армии, как и везде, это большой постоянный труд. Армия сделает вас и морально устойчивым, физически развитым. Почетные гости рассказали ребятам об особенностях военной службы, преподнесли подарки. Отец Геннадий – священник храма святого Ануфрия Великого. Каждому новобранцу одел крестик, окропил святой водой. Торжественно, эмоционально и с учетом всех традиций. День призывника Дмитрия Куценко запомнит надолго. Если мужчина служил, то он сможет ощутить себя и свою семью. Впереди у новобранцев несколько месяцев учебы, принятия военной присяги, службы вооруженных силах России. Домой ребята вернутся весной 2015 года. О серьезных темах на школьных занятиях. В Анапе прошли открытые уроки выставки рисунков под названием «Вхождение Крыма и Севастополя в состав России». Тема одного из открытых уроков – «Крым и Севастополь вернулись в родную гавань». Урок наоборот – докладчики, школьники, аудитории, учителя, директор школы, ветераны, представители управления образования. Тема урока – «История Крыма». Ученица 9-го А-класса Ольга Вершинина рассказала об исторических особенностях развития прибрежного региона. Крым стал частью России 21 февраля 1883 году. И я очень рада, что Крым после стольких столетий снова присоединился к России. Школьники подготовили доклады за один день. История становления городов Крыма, Севастополь, заселения полуострова, крещения князя Владимира в Херсонесе. Выяснили причины рассвета и заката крымского ханства. Рассказали о героической обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны. Многовековая история за 45 минут школьного урока. Кратко о главном. Если не знать прошлого, то как можно смотреть потом в будущее. Я абсолютно солидарен с таким, что проводят такое. И надо, чтобы почаще такое проводилось. В Анапе уже прошли конкурсы рисунков «Сингазет» на тему возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Школьники написали сочинения, подготовили доклады. Это не разовая акция. Все учителя подошли к этому очень серьезно. И мы восстанавливаем нашу историю с присоединением Крыма и России. На открытом уроке школьники узнали интересные факты развития Крыма и Севастополя. Новые субъекты Российской Федерации. Новые детали в истории великой страны. Спорт – это жизнь. Спартакиада – стиль жизни и отношения к здоровью. А напчане доказали – здоровыми быть модно. Студенческая спартакиада прошла на стадионе «Спартак». На церемонии открытия четвертой студенческой спартакиады по военно-прикладным видам спорта почетными грамотами наградили победителей прошлых конкурсов, занявших призовые места. Молодежь действительно активна, действительно участвует во всех конкурсах. Мы вас благодарим. Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Радмир». В заключительном этапе спартакиады учащиеся в вузах и СУЗов соревновались в виде кросс-биатлон. Для успеха в состязании кросс-биатлонистам необходимы скорость и меткость. Беговая дистанция – 800 метров и две мишени для поражения с пневматического оружия. Команды студентов поддерживали болельщики. Спартакиада – интересное мероприятие для студентов. Мы участвуем каждый год в следующем году. Надеемся победить в этом году. Много спортсменов учатся и, естественно, они хотят чем-то заниматься. И мы выбираемся и защищаем честь университета нашего. Поэтому это очень интересно. Лидерами последнего этапа соревнований стали команды МГГУ имени Шолохова среди вузших учебных заведений и среди СУЗов студенты Анапского колледжа «Сфера услуг». Напоминаем анапчанам. 26 апреля на стадионе «Спартак» встретятся футбольный клуб Анапы и команда ЦСП «Краснодар». Всех, кто придет поддержать футбольный клуб Анапы, в 16 часов ждет концертная программа, а ровно в 5 вечера – азартная, бескомпромиссная и красивая игра. Приходите поболеть за наших футболистов и поддержать анапчан. Начинаем обратный отсчет до Великого Дня Победы. В цикле специальных репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны сегодня Павел Тихонович Кухоль. Жизнь ветерана богата событиями, но одно из них не военных, а уже мирных лет он запомнит навсегда. В составе делегации Кубани Павел Тихонович в 2011 году в Кремле стал участником церемонии вручения грамоты «Город воинской славы» нашему городу из рук президента Дмитрия Медведева. В прошлом году Павел Тихонович перенес тяжелую болезнь, но накануне 9 мая поднялся с постели, чтобы встретиться с нашей съемочной группой у себя дома. Боевой путь уроженец станицы Старотитровской Павел Тихонович Кухоль начал в Темрюке в 1942 году. Окончил снайперскую школу и сразу на фронт. Самую первую и дорогую сердцу медаль за боевые заслуги получил после трудной операции по обезвреживанию со своим напарником Николаем Соколовым двух вражеских снайперов. Это был на границе с Польшей немецкий снайпер. Убил трех офицеров. Командир батальона, майор, говорит, идите на первую линию, первые окопы, вам там укажут, откуда стреляли. И, скажу, как раз там и офицеров их подвели. Утром мы лежим, смотрим, я говорю, смотри, должен быть блик, такой вот зайчик называется в народе, вот их винтовок. И действительно солнышко только начало подниматься от первой лучи, и мы увидели вот этот блик такой, вот этот самый, зайчики. Он кричит, Павлик, я вижу, и я говорю, я сам тоже вижу. Дороги войны привели Павла Тихоновича в польский город Познань, где его часть и встретила День Победы. На всю жизнь он запомнил, как плакал, после известия о капитуляции Германии его напарник по отряду снайперов Николай Соколов. Четыре раза раненый, вот. И ты у меня вот напарник, как снайпер, уже четвертый, троих я, вот их убило, я остался жив. Вот так, слава Богу, что я остался жив. Я поэтому плачу. А у меня дома, говорит, четверо детей маленьких. Вот я радуюсь, это радость моя, плачу. Как не стремился Павел Тихонович после войны отойти от профессии военного. Судьба возвращала его к служению Родине. В 1946 году он поступил в сельскохозяйственный техникум, но его перенаправили во Львовское военно-политическое училище. Отслужив на западной границе в погранвойсках, он снова решил получить мирную профессию и поступил во Львовский полиграфический институт. Но вскоре его призвали в политодел Закавказского пограничного округа. От судьбы не уйдешь, шутит Павел Тихонович. И своей судьбой называет жену Анну Васильевну, с которой в прошлом году отметил 60-летний юбилей супружеской жизни. Всегда говорю, спасибо тебе, что ты у меня есть. Ну, спасибо тебе, что ты тоже у меня есть, что мы с тобой 60 лет прожили. Господи Боже мой, надо же, 60 лет вместе. А теперь у меня и внуки есть хорошие. Умрем вместе. Да. В семье Кухоль двое детей, дочь и сын. Сын Сергей военнослужащий. Двое из четверых внуков тоже военные. Есть уже и трое правнуков. Я желаю, особенно молодым ребятам, беречь то, что было создано нашими предками, и прирастить, чтобы действительно нашим городом гордились не только мы, анапчане, но и гордилась наша страна. Сейчас Павел Тихонович еще не совсем оправился после инсульта. Но так хочется выйти на парад победы в Кителе с орденами и медалями, полученными за служение верой и правдой своей родине, России. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. Суббота 26 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 14-17, ночью до плюс 12 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 8-11 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 13 градусов тепла. В воскресенье 27 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 15-18, ночью около 14 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 13 градусов выше нуля. Далее влог полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова